Ну и террористы ИГИЛ боятся рассказывать своим боевикам правду о победах сирийской армии. Те просто могут сбежать с поля боя, зная ситуацию на фронте. Штурмовые группы правительственных сил часто застают террористов врасплох. Сейчас сирийская армия пытается замкнуть окружение в районе города Альгута, где окопались боевики. Ну и наши спецкоры Семен Пегов и Артур Кибеков работают на передовой в Сирии. Они подготовили для вас специальный проект «Альгутский котел». Террористы потому и бросали в секретные архивы. Главари просто-напросто не сообщали рядовым боевикам реальную обстановку на фронте. Иначе как объяснить то, что экстремисты не успели сжечь или эвакуировать списки из полутора тысяч имен их агентов в марше с султане? Бойцы сирийской армии обнаружили их в здании бывшего управления ЖКХ. Здесь при Джейш-Алисламе Анустре располагалась военная комендатура. Радикалы до сих пор распространяют в сети карты, на которых эти объекты якобы им подконтрольны. Они не предупреждают своих подчиненных, чтобы рассеялась паника, чтобы граждане оставались под их влиянием. Создается иллюзия, что террористы боеспособны и не проигрывают. Однако население все меньше их поддерживает, особенно на фоне процесса национального примирения, которому многие стремятся. Фадди Махмуд из добровольческого батальона «Щит Родины». Ополченцы вместе с армией зачищают Альгуту от боевиков. Штурмовые отряды, которыми руководит Фадди, зачастую первыми идут на прорыв. Вот как раз такая штурмовая группа ополчения. Командир Али Ахджа. Его отряд был всегда на острие атаки. Мы часто встречались на передовой. С автоматом в руках Али разрушал мифы, созданные боевиками. Когда мы дошли сюда, мы решили штурмовать первым делом сами позиции боевиков. То есть пошли в лобовую атаку на них. А тем временем другая группа прошла по затопленному участку и ворвалась в здание с той стороны, откуда террористы ждали их меньше всего. В том числе миф о том, что война в Сирии носит религиозный характер. Якобы причина боевых действий – противостояние между сподвижниками разных ветвей ислама. Где по одну сторону суннитские группировки, по другую – шиитская власть. Так вот Али Ахджа был суннитом из провинции Идлеб и уничтожал экстремистов бок о бок с представителями других конфессий. Он из того района провинции Идлеб, где сейчас ИГИЛ и Ан-Нусра. Террористы там вынуждали многих молодых людей с помощью угроз присоединиться к ним. Али они не смогли уговорить, но ему пришлось покинуть родной край, переехать под Дамаск. Здесь он вступил в батальон щит Родины. Али был примером для всех наших командиров. Одним словом, лидером. Али Ахджа погиб после очередной проверки передовых позиций. Его бойцы уничтожили диверсанта из группировки Файлака Рахман, который прошел через туннельную систему, чтобы совершить подрыв. Командир лично реагировал на любую внештатную ситуацию. На обратном пути он попал под минометный обстрел. Вопреки террористической пропаганде под слоганом «Не пройдете» группа Али Ахджа вместе с сирийской армией уже прошла и пройдет дальше. Об этом говорят реальные карты боевых действий. Штурмовые отряды правительственных войск проводят операции далеко за пределами Нашабии и Марча Султана. Из Марча Султана мы прорвались в Блялию, потом в аграрный техникум, потом заняли станцию спутникового вещания. Недавно совсем освободили еще район Хош-Мдабаль. Им нечем ответить на нашу тактику. Освобождение другого городка Зибдин к югу от Млехи фактически означает, что замкнулся только первый альгутский котел. За ним должны последовать второй и третий. Еще в декабре, когда правительственные войска отбили военный аэродром Марча Султан, стало понятно, что террористы окончательно теряют контроль над этими пригородами Дамаска. Их группировки раздроблены, линии обороны рассечены. Последовательно продвигаясь вперед, сирийская армия рано или поздно зачистит этот район от экстремистов полностью. Вопросы времени, как говорят на фронте. Семен Пегов, Артур Кибеков, Александр Мельников и Константин Просалов. Live. Сирия. Альгутский котел.